Девочки, всем привет! Сегодня к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать белорусский бренд под названием Рилуи. Весь сегодняшний макияж, все, что вы видите на мне, я делала с помощью косметики от Рилуи. Также я попробовала снять видео в макросъемке, но для этого у меня не было нормального объектива. Я использовала мой портретный объектив, но приблизила его прям совсем близко. Возможно, будут проблемы с фокусом, но я надеюсь, что вы мои стороны оцените. Если вам не понравится такой вариант и вам нравится больше видеть все лицо, а не один-два глаза, то опять-таки дайте мне все знать внизу. Еще один момент, который мне бы хотелось озвучить. Это видео не спонсировано и все продукты, абсолютно все, что я вам сегодня буду показывать, все это коплено мной за мои личные средства на том, либо ином периоде моей жизни. Поэтому да. Так, девочки, вроде бы ничего не забыла сказать. Если вам нравится бренд Рилуи, если вам нравится белорусская косметика, бюджетная косметика, не очень бюджетная косметика, если вы просто любите экспериментировать с макияжем, то это как раз-таки то место, в котором мы это делаем много и часто. Не забывайте подписаться на мой канал, я к этому вела. И, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали! Итак, девочки, давайте начинать. И первое, что я возьму, это консилер от Рилуи Bright Touch. И он у меня послужит в качестве праймера. Нанесу его на веко. Распределю пальчиком. И далее пудрой от Рилуи, прозрачной пудрой HD от Рилуи, мы будем все это закреплять. Возьму такую огроменную кисть, опять-таки от Рилуи. И так как я ее, в принципе, больше ни в каких целях не использую, она сегодня нам должна будет подойти. Так, девочки, двигаемся дальше. Следующее, что я возьму, это скульптор от Рилуи. Он у нас идет в одном универсальном оттенке, и он у меня послужит в качестве промежуточного переходного оттенка. Я его буду набирать на кисть для век. Из козы, по-моему, это, и опять-таки, это кисть от Рилуи. И буду заносить в складку. Кисти от Рилуи я очень люблю. Вот эти большие. Для того, чтобы растушевывать и подтушевывать что-то с помощью этих кистей. Потому что они действительно очень удобные. И такую дымку ими можно создать. Плюс кисть натуральная, и, соответственно, пигмент очень хорошо набирается и очень хорошо отдается на века. Смотрите, если скульптор набрать так хорошенечко, то можно его использовать и в качестве теней. И, кстати, по-моему, у них в однушках у Рилуи как раз-таки был схожий оттенок. Дальше следующее, что я буду брать, это уже однушка. Тон под номером 34. Это уже более глубокий коричневый оттенок теней. И эти тени сатиновые. Что, в принципе, меня не очень-то радует. Потому что я не люблю именно сатиновые тени. Мне нравятся либо шиммеры, либо матовые, либо металлики. Набираю этот оттенок. И буду использовать его как матовый. Но посмотрим, возможно ли будет это сделать. Наношу чуть ниже. В принципе, как матовый оттенок, очень даже ничего. Единственное, что здесь уже послабее. Как будто бы пигментация. И я прям очень-очень много набираю на кисть. И даже не буду пока подтушевывать. Пока просто занесу складку. Смотрю все время в свой экран. Откидной. Потому что боюсь, что буду либо не в фокусе, либо не в кадре. Поэтому извините меня, если слишком часто я смотрю не в объектив. Но, девочки, стараюсь для вас. Поэтому буду немножко приспосабливаться. Если вам понравится такой формат съемки, то дайте мне обязательно знать. И буду снимать в таком формате почаще. Кстати, когда я решила снимать в таком формате, естественно, у меня какая-то боль косила прямо на моем рабочем веке. Потому что экран у меня в эту сторону откидывается. И, соответственно, мне удобнее в эту сторону снимать. В эту сторону смотреть. Дальше, девочки, этот же оттенок. Вы видите, что я набираю на кисть. И просто выбиваю, наслаиваю свой уголочек. Далее, возвращаясь к предыдущей кисти, ничего на нее не набираю. Просто чуть больше подтушевываю оттенки между собой. У меня все осыпалось. Все два оттенка осыпалось. Но ничего страшного. Лицо я не оформляла пока. И будем оформлять его попозже, уже после макияжа глаз. Limited Edition. И это тон номер 05. Он пурпурный. Но если совсем-совсем чуточку его набрать, возможно, получится... Буду набирать на ту же кисть, что и коричневый предыдущий оттенок. Возможно, получится еще больше затемнить уголочек. И сделать его поинтереснее. Остатки стряхиваю. И вот прям совсем чуточку занесу поверх коричневого в уголок. Дальше пока оставим на этом моменте все как есть. И давайте приступать к интересной части. Возьму немного консилера. Где же это консилер наш Bright Touch? Нанесу его... Давайте сразу прям совсем чуточку на века. Для того, чтобы последующий зеленый оттенок смотрелся ярче. И это будет не Cut Crease, но что-то похожее. Что-то в более таком лайтовом варианте. Так, готово. И теперь будем наносить зеленый оттенок. Сначала вот этот вот такой каменный что ли. Это опять-таки сатиновый вариант, который, как вы уже поняли, я не слишком сильно люблю. Но оттенок очень красивый. Это тон номер 35. И набираем этого красавца. Так, и будем его на влажный, не припудренный консилер наносить. Вы видите, что это сатин. И хотелось бы, конечно, чтобы он был металликом, но это сатиновый оттенок. Кстати, у Рилуи есть очень красивые металлические оттенки. Вот эти вот оттенки из линейки Рилуи, Пикассо. Очень хорошие, очень красивые. Дальше переходим к... Это подводка от Рилуи из линейки Парадиса. Это у нас тон под номером 2. Но я буду использовать этот оттенок в качестве жидких теней. Посмотрим, возможно, будет это сделать, либо нет. Очень красивый оттенок на этой подложке. Смотрится вообще просто конфетно классно. Так, и далее. Все-таки этот уголок, с ним что-то нужно делать. Давайте возьмем предыдущую кисть. Наберем вот этот коричневый шиммер. И дальше я буду кисть смачивать. И попробую нанести во влажном варианте. Возможно, что-то путнее. Да, смотрите, он гораздо лучше теперь отдается. Но все равно мне не совсем нравится, какая у меня получается граница. Поэтому что-то нужно. Поэтому давайте вот этого фиолетового добавим еще сюда вот стык немножечко. Дальше, девочки, возьму пудру от Рилуи, которая... Как ты называешься? Никак не называешься. Просто пудра от Рилуи. Вот в такой розовой упаковке. Она порошкообразная. И наберу, в общем-то, немножко ее на кисть и занесу под бровь. На нижнем веке мы продублируем, в принципе, все то же самое, что мы делали на верхнем. Начинаем с темно-коричневого шиммера. Опять-таки я его сразу буду спрыскивать. Сколько у меня осыпаний. Просто очень-очень-очень много. И далее буду на пушистую кисть всю ту же кисть от Рилуи набирать скульптор. И вот, ну что, вот чуть ниже. А нам нужно сделать что-то в уголочке, как-то его высветлить. Давайте высветлим его с помощью хайлайтера от Рилуи. У меня это первый оттенок. В принципе, прекрасно нанесется и на сухую кисть. И наберется, и нанесется. Поэтому давайте так и сделаем. Дальше мне хочется сделать стрелочку. Я не знаю, правда, какого цвета. Давайте сделаем ее коричневой. С помощью коричневой подводки от Рилуи из линейки Dea Ice. Но Legal Ice. Но также, если мне не понравится, как смотрится коричневая подводка, будем использовать черную. Здесь уже линейка называется Dea Ice. Не самая удобная кисть. Опять-таки они все у Рилуи такие тонкие. Ну а сами подводки очень-очень даже достойного качества. Если бы кисть была удобной, было бы вообще супер. Так, девочки, готова моя стрела нарисована. Сейчас я оформлю второе веко и вернусь к вам. Мы с вами приступим к макияжу у лица. Что с меня было, также мне хочется нанести карандашик коричневый от Рилуи. Совсем он маленький у меня остался. Это карандаш для глаз. Я нанесу его на слизистую. Так, вот теперь точно я вас буду покидать. Так, девочки, я к вам вернулась. Полностью закончила макияж глаз. Также приделала накладные реснички. И давайте приступать к макияжу лица. Для макияжа лица я буду использовать только консилер от Рилуи, потому что я пользовалась их тональной основой. Сейчас вставлю фотографию, как она выглядит. Очень неплохой тон, но я не готова повторить его, просто потому что сейчас выходит огромное количество новинок. Хочется попробовать очень много другой косметики. И, так скажем, для меня он не настолько был хорош для того, чтобы я его покупала еще и еще раз. Но говоря о том, что я бы точно повторила и повторила не раз, это консилер Bright Touch от Рилуи. Иногда я его использую, кстати, в качестве полностью тональной основы, потому что он очень хороший, он очень красив. Я его буду наносить практически на все лицо. Он дает влажный такой финиш. Очень натуральный, очень красиво смотрится. Поэтому почему бы и нет, почему бы не нанести его во все свои такие более-менее проблемные зоны, проблемные участки. И также у меня еще есть стик корректирующий, тоже от Рилуи. Я его не очень-то люблю. Мне кажется, это прям такой старенький-старенький продукт. Давайте с помощью кисти вот такой кабуки, потому что если я начну распределять его с помощью спонжа, то так как он очень-очень легкий консилер, то просто его совсем не останется на мне. И ничего не будет видно, ничего не будет заметно. Дальше, если мне понадобится, то я просто добавлю его немножко больше в те места, в которых буду считать, что совсем прям мало покрытия. Я вам уже говорила, что именно этот консилер очень красиво смотрится на голую, так скажем, кожу, когда на коже ничего нет, только уход нанесет. Но вот с тональными основами, по крайней мере с моими, он вообще не может подружиться. Ни с одной, как-то он начинает странно себя вести, начинает как-то некрасиво смотреться, но на лицо, вот как я наношу сейчас, это просто красота. И я бы с удовольствием попробовала бы тон, если бы Рилуи выпустил такой же тон, а такую же линейку Брайт Тач, мне кажется, что было бы очень красиво смотреть, как он натурально смотрится, и при этом у него есть кровящая способность. И теперь будем использовать мою любимую пудру, вообще из всех белорусских производителей, и в принципе даже не белорусских, обожаю эту пудру, это Альта Мода, это сатиновая пудра, у меня это самый темный оттенок, тон номер 3, пудра сатиновая, как я вам сказала, она порошкообразная, очень красиво смотрится на лице, прямо не то, что просто красиво смотрится, а практически идеально, она сблюривает абсолютно все поры, она чуть-чуть добавит кроющей способности, чуть-чуть добавит цвета, и сделает кожу прям такой атласной, но при этом не блестящий-блестящий, а вот именно атласный. Так, девочки, готово, пудру откладываем, очень красиво она смотрится, классно закрепляет макияж, меня смущает моя вот эта вот бровь. Так, ладно, давайте я от нее отстану, наконец перестану ее трогать, и теперь давайте заскульптурируем лицо, а раз бронзера нет, скульптур-то у нас точно есть, мы его уже использовали в макияже глаз, не знаю, что там будет с фокусом, естественно, я еще видео не монтировала, не смотрела, как, что, где и почему, но будем надеяться, что моя идея как-то оправдает себя, так, давайте набирать немножко скульптора, стряхивать и, в общем-то, наносить. Этот продукт, ну вот прям никак, совсем никак не подойдет в качестве того, чтобы нанести его, как-то протянуть чуть выше, потому что он очень холодный, он именно имитирует тень. Мне совсем не достает бронзера, сейчас на моем лице, потому что макияж такой получился достаточно яркий, не слишком яркий, но, скажем так, зеленый цвет, он заметен, и мне хочется прям сравнять все таким немножко оранжеватым и желтоватым бронзером, но, к сожалению, этого мы с вами сегодня делать не будем. Сегодня будет только скульптор. И далее давайте приступать к хайлайтеру. У меня есть два варианта. Есть сухой, опять-таки, который мы уже с вами сегодня использовали, очень металлический, и также у меня где-то был жидкий вариант. Где это? Где? Вот он. Тоже очень красиво смотрится, но мне кажется, что сейчас он, смотрите, он будет слишком темноват. На лето, когда кожа более загорелая, самое оно, но сейчас, вот видите, когда он боком ловится, то есть, когда свет его боком отражает, то видно, что будет такая полоска оставаться. Если его растушевать, то, смотрите, следующим образом он выглядит. И сегодня мы его с вами использовать не будем, а давайте сегодня тогда использовать вот этот сухой, он в более светлом оттенке, это тон номер один. Этот же желтенький, опять-таки, тон номер один, но есть такой же в розовом варианте, он гораздо светлее. И давайте набирать на пушистую кисть и наносить. Здесь такой блеск, который трудно не заметить, потому что здесь металлическая формула. Смотрите, очень, я думаю, что очень хорошо он заметен, и у меня он оставляет такую некрасивую полоску, которую мне хочется сразу же чуть-чуть перебить кистью для консилера. Смотрите, чтобы он уже так поровнее смотрелся, то есть блеск остался, но полоску эту по краям я убрала. Набираю, опять-таки, совсем чуть-чуть, встряхиваю, но все равно он будет оставлять ту самую полосу. Но здесь нет ничего страшного, я эту полосу просто чуть лучше потом подтушую. И нам осталось определиться только с цветом губ. Наверное, самые мои любимые продукты от Релуи, помимо последних теней палеток, теней палеток, помимо последних теней однушек из линейки Пикассо, это продукты для губ. Я очень люблю карандаши у Релуи. Мои самые любимые белорусские карандаши для губ это Релуи. И вот это два оттенка, которые у меня используются на повседневной основе. Более темный оттенок, который у нас вверху, это тон номер 12, и более светлый, это тон номер 19. Давайте сделаю вам опять-таки смотч. Очень красивые нюдовые оттеночки. Но вот Релуи как-то тяготит, как мне кажется, в плане продуктов для губ, они тяготят все время к чему-то розовому. И у них много всего такого с розоватыми оттенками, розово-нюдовое, скажем так. Ничего они хотят делать более карамельного, коричневого. Мне кажется, что настолько удачные у них получаются эти карандашки, настолько есть у них удачные помады, что мне хотелось бы видеть и более коричневатой гамме что-то. Дальше, девочки, и помимо того, что я буду использовать карандаш, скорее всего, совсем прям нюдовый, я хочу также использовать одну из помад. Давайте, наверное, вот эту совсем нюдовую из линейки Продис. Она прям совсем мертвецки смотрится на мне, но мне это нравится, такой бежевато-розовый оттенок. Так, девочки, смотрите, это у нас карандашик, и карандашик только соло, без помады. Очень часто его, кстати, ношу в таком варианте, думаю, видно, потому насколько он у меня уже сточен, что очень часто его использую. Красивый такой нюдовый, прям совсем красивущий оттенок, даже не скажешь, чего в нем больше, розовый либо персиковый, вот такой. Просто идеальный нюд, совсем в светлом оттенке, но сегодня также хочется добавить немножко помады в первом тоне. Так, девочки, готово. Это все, что я вам хотела показать и рассказать в сегодняшнем видео, все, что касается белорусского бренда Reluie. Давайте быстренько я вам расскажу, что мне нравится прям совсем-совсем сильно, что бы я рекомендовала, если вы, естественно, хотите сами, у вас есть такое желание попробовать, потому что я никогда никого ни к чему не призываю, но если у вас появилось желание что-то попробовать от этого производителя, то я однозначно порекомендовала бы вам линейку Парадиса. Их тени, они шикарные, из всех теней, из всех лимитированных, нелимитированных каких-то новинок. Вот это вот прямо оно, прям самое сердце, классные новинки, классные продукты, что металлики, что матовые тени, просто наилучшего, высочайшего качества. Также мне очень нравятся вот эти подводки, подводки, которые идут с глиттером, с блесточками такими, мелкими совсем. Это уже самая новая линейка, линейка Парадиса. Единственный момент, здесь очень удобный, тонкая кисть, но если вы с ней справитесь, либо если вы ограничитель снимете и будете использовать в качестве жидких теней, как использовала сегодня я, то в принципе на другую кисть никаких проблем не будет. Дальше мне также нравятся вот эти подводки из линейки Legal Eyes. У них красивые оттенки, есть баклажан, есть коричневый и есть по-моему темно-синий, да, темно-синий оттенок. Все оттенки очень красивые, все три достаточно носибельные. Что касается продуктов для губ, я вам уже сказала, я люблю продукты для губ Атрилуи, они классные, они качественные, особенно мне нравятся блески и карандаши. Дальше, моя любимая пудра всех времен и народов, Альта Мода, это просто самое, оно в самое сердце. Еще одна классная вещица, классный продукт для глаз, это подводка Фломастер, называется она Artistic Elegant Slim Contour, следующим образом выглядит, у меня очень уже старенькая такая заношенная упаковка. Здесь очень тонкий аппликатор, но он в меру тонкий, в меру упругий, очень удобно делать стрелочки, рисовать стрелочки этой подводкой. Так, девочки, на этом я буду с вами прощаться, надеюсь, что видео вам понравилось, надеюсь, что было полезным, информативным. Также дайте мне знать, что вы думаете насчет моей макро-съемки, макро-съемки без нормальной линзы для этого, но опять-таки я старалась, надеюсь, что вы мои старания оцените и надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно, вы очень-очень поможете моему каналу развиваться. На этом я точно буду заканчивать свое видео, огромное спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!